Рандонавты Рандонавтика Я поёжилась от холода. Осень выдалась тёплой, и слякоть под ногами была по-весеннему отвратительной. Спина вспотела, я пожалела, что не надела куртку полегче. Хотя, поводов для сожаления и так было предостаточно. Решение уйти из опостылившего института поначалу казалось эдаким крутым шагом, совсем как в сериалах. В моём же случае, брошенный универ означал грустное просиживание штанов дома и редкие подработки репетиторам. И непонятно, что делать дальше. Опять сдавать экзамены и начинать с первого курса, попробовать восстановиться, лелеять мечты о беззаботном и безоблачном будущем вечного фрилансера. Музыку в наушниках прервал звонок от клиентки. «Добрый день, Кира. Мы с Лёшей поговорили и решили, что больше заниматься не будем. До свидания». «Минус тысяча рублей в неделю. Кисло», — подумала я. «Нет, Лёша, конечно, тот ещё засранец. И для него английский, что мне квантовая механика. Но косарь — это косарь. Особенно в наши сложные исторические времена. Я огляделась по сторонам. Раз теперь торопиться некуда, то можно было где-то посидеть, почилить. Впрочем, любое посещение общепита чревато тратой денег, а без стипендии и подработки особо не разгуляться. Ускорив шаг, я направилась вниз к реке, чтобы срезать путь к частному сектору. А потом меня стукнули по спине. «Ядрить да ядрить!» Я выдернула из ушей наушники. Арина, ещё одна моя бывшая ученица, засмеялась. «Ты чего? Как жизнь? Я человек нервный и безработный!» Усмехнулась я. «Не надо ко мне так подкрадываться! Да я уже минуты три кричу!» Арина была на четыре года младше меня, и именно на ней я отрабатывала преподавательские навыки. Её заплаканное лицо обрамляли окрашенные в зелёный цвет пряди. Белые кроссовки испачкала грязь. Розовая курточка с единорогами, мешковатые джинсы. «Не дать не взять!» Девочка из ТикТока. «Ты чего тут делаешь в такую погоду?» Спросила я. Арина села на железобетонный блок, перегораживающий дорогу. Дальше асфальтированного покрытия не было. Только протоптанная тропинка дальше влез. «Гуляю!» Она шмыгнула носом. «А ты?» «Ну...» Мне показалось максимально сомнительным, что Арина добровольно гуляла в такую погоду. «Вообще, я шла домой, с учеником заниматься по скайпу. Но теперь никуда не тороплюсь. Тебе, кстати, помощь с английским не нужна? У меня сейчас другой репет-носитель!» Она всхлипнула. Со стороны леса дунул сильный ветер. «Давай рассказывай, ребёнок, что случилось?» Арина ничего не ответила, а потом разревелась. Сквозь слёзы я едва различала что-то вроде «ненавижу это место». Они меня достали, и я из окна выброшусь. Назвать родителей Арины строгими было бы сильным преуменьшением. Они были параноидальными в своём страхе за ребёнка. Переезд из маленького городка в Челябинской области в Подмосковье прошёлся по их нервам, как тайфун по прибрежной зоне. Мать звонила ей каждые полчаса. И не дай бог, Арина бы не взяла трубку. Они мониторили её соцсети, проверяли подписки. Когда Арина шла в школу, мать-домохозяйка следила за ней из окна 13-го этажа. И если со стороны могло показаться, что ситуация хуже быть не может, то потом началась пандемия коронавируса. И девочку окончательно заперли в четырёх стенах с безработной, исходящей с ума, бессоциальной жизнью матерью. Слушай. Я попыталась звучать как можно увереннее. Тебе сейчас кажется, что это навсегда. Но тебе скоро 18. Сама за свою жизнь отвечать будешь. Поступишь в вуз, переберёшься в общежитие. Сама бы перебралась для начала с родительской хаты. Добавила я про себя. Они мне не разрешат. Но с определённого момента так вопрос стоять не будет. Арина отвернулась. Я здесь уже год живу, а толком не была нигде. Даже то, что я тут сижу... Она передёрнула плечами. Если узнают, то будут орать, что я как проститутка на всеобщем обозрении. И что короной заболею, если буду много времени вне дома проводить? На меня все как на сумасшедшую смотрят. Даже на электричке ни разу не ездила. Как собачку возят и отвозят. Арина скрестила ноги по-турецки. И повернулась лицом к лесу, словно там по ту сторону грязной реки скрывалось её спасение. А самая поганая... Продолжила девочка. Самое поганое, что я сама до усрачки всего боюсь. Если я сама куда-то выхожу, у меня паническая атака начинается. Жёстко. Мне всегда было некомфортно, когда ученики-подростки нуждались в психологической поддержке. Во-первых, я не самый эмпатичный человек в городе. А во-вторых, откуда же мне знать, что им можно говорить, а что нет. Хотя, Арине я больше не преподаю. Отношений учитель-ученик между нами нет с марта месяца. Достав смартфон, я сняла перчатку и заледеневшими руками выжила пароль. С твоими родителями мы ничего поделать не можем. Но зато ей шанс преодолеть страх перед незнакомым городом. А лучший способ узнать город – это пойти в лес. Арина смотрела на меня, как сотрудник бюджетного учреждения смотрит на оппозиционера. Прежде чем ты скажешь нет, я назидательно подняла палец. Если прогуляешься по лесу без страха и ужаса, то сам город больше не будет пугать. Потому что лес – это не человеческое место, чужое. Перейди речку. Я указала на мелкую речушку, забитую грязью и мусором. И уже надейся только на себя. Потому что там в глубине чаще находится тьма. Непонятная, непостижимая. Я с силой схватила Арину за плечо. И та с хохотом повалилась на бетонный блок. Ну что, пошли? Прямо сейчас? Арина поежилась. А что терять? Меня понесло. Пойдем. Раз-два, приключения на полчаса. А если твои родители спросят, скажу, что помогала с английским. Я... я не знаю. Блин, мы же не автостопом в Пакистан поехали. Это лесопарк. Там сейчас человек 20 собак и детей выгуливает. Арина встала и посмотрела на лес. Потом сделала глубокий вдох и сделала несколько неуверенных шагов по тропинке. «Слушай, а мы просто шататься будем?» Спросила девочка, поднимаясь по тропинке вверх. Я заговорчески улыбнулась. «Мы будем рандонавтить!» Объявила я. «Чего делать?» «Кто это приложение такое?» Я нажала желтую иконку с совой. «Квесты в реальной жизни!» «Задаем радиус, скажем, 5 километров!» На экране высветилась карта местности. На мой взгляд, не самая точная. И затем сервер в Австралии сгенерирует точку в пространстве. А трактор воет или аномалию? «Бред какой-то...» Голос Арины звучал цинично. Но она непрерывно смотрела на карту в приложении. «Бред не бред, но посмотри по тегам. Люди находят страшные вещи. Кто-то хочет отыскать знак свыше. А координаты указывают на забор, где написано «Убейся о стену». Или люди уходят в горы и точно по координатам находят труп прямо на месте аномалии. А иногда ты выбираешь войд, пустоту, и будто выпадаешь из реальности. «Бред!» Повторила Арина. «Давай аномалию!» «Ок, я задаю радиус, скажем, 3 километра!» Приложение нарисовало условный круг, внутри которого оказался сплошной лес. «Теперь выбираем аномалию и задаем намерение». «Намерение?» «Что ты хочешь найти?» «Это может быть предмет или ответ на вопрос, или решение проблемы!» Арина помолчала несколько секунд, разглядывая белые кроссовки и накручивая на палец зеленую прядь. «Я хочу убраться отсюда!» Наконец сказала она. «Загорелся экран загрузки, прошло 10 секунд, 15, иконка совы замигала, но ничего не происходило. Я занервничала, как нервничала всегда, когда хотела показать друзьям что-то классное. А это что-то не включалось или не грузилось. Сова мигнула еще раз, и на карте в самой гуще лесополосы замигала точка. И вот тогда я дала заднюю. «Ну, может, еще раз попробовать, чтобы в черте города?» Но у Арины загорелись глаза, и она потянула меня за руку в гущу деревьев. Через несколько минут, когда ветви скрыли с глаз дорогу и признаки цивилизации, Арина вырвалась вперед. Она напоминала щенка, которого впервые спустили с поводка. Туда, куда мы шли, не был только непролазный грязный лес с поваленными стволами деревьев и заболоченными участками земли. Мне стало не по себе. Я-то много раз юзала приложения. Одна или с друзьями. Но это было летом, и приложение никогда не уводило нас далеко от жилого массива. «Арина, не беги так!» Крикнула я, но девочка увлеченно делала селфи на фоне поваленного дерева. Я вспомнила, что одновременно в мире разгуливают около двух тысяч серийных убийц, большая часть из которых никогда не будет поймана. В мою ногу что-то впилось. «Арина, подожди!» Я присела на пень. Стянула с себя ботинок. Ничего. Но часть подошвы у самого большого пальца была чуть приподнята. В ребристой поверхности торчал ржавый гвоздь. С усилием я вытащила его, а затем подсветила телефоном стопу. Носок был цел. А делали ли мне прививку от столбняка? Как у любого человека, родившегося посреди антипрививочной истерии, я глубоко сомневалась в собственном здоровье. Розовой куртки нигде не было видно. «Арина!» Тишина. Позади хрустнула ветка. Во мне проснулся первобытный страх. Тот самый, который говорил, что в лесу не место человеку, что моё место за рекой, на равнине, среди жилых высоток. Я вытащила смартфон, чтобы набрать Арине, но сеть 4G пропала. Какое-то время в уголке мерцал значок Edge, а затем появился перечеркнутый круг. И только навигатор указывал путь через лесной массив к рандомной точке в пространстве, избранным загадочным компьютером на другом конце света. «Арина! Арина, ты где?» Тишина. Опять хрустнула ветка. Но вот о чём я думала. Ладно, одна бы пошла. Так нет же, Арина мелкая, несовершеннолетняя. А мне 20. Даже чисто с моральной точки зрения завести ребёнка, чёрт знает куда, чёрт знает зачем, сомнительное достижение. А с учётом отношения, ученик-учитель, ситуация оказалась ещё хуже. Я уже видела заголовки трэшовых ток-шоу. Репетитор заманила ученика в лес. В гибели школьницы виновата её учительница. Запретить частных преподавателей, приложение рандонавтика и прогулки по лесопаркам. Тропинки исчезли. Теперь я продиралась сквозь заросли. Через дырку в ботинок внутрь попала холодная грязь. Нога увязла в грязи, и я потеряла равновесие. С минуту я лежала на спине, глядя в осеннее небо. Экран телефона разбился, но смартфон всё ещё функционировал. Аномалия была в трёхстах метрах. Джинсы промокли от липкой грязи, наушники порвались, и оторванный провод сиротливо лежал в луже. Коленки ссаднило, и я едва не подскользнулась снова, пытаясь встать. Прямо передо мной возвышалось заброшенное здание. Оно походило на локацию из сталкера. То ли завод, то ли НИИ времён развитого социализма. Шесть этажей. Шлакоблоки завалили проходную. Как если бы внутри здания что-то взорвалось. Бетонный забор с уродливыми шестиугольниками окружал здания по всему периметру. В Европе у людей есть средневековые замки. Есть руины римских крепостей и греческих амфитеатров. Там есть церкви и языческие капища. А здесь, в глубине Восточной Европы, вместо замков возвышаются руины светлого будущего. Забрушены институты, закрытые заводы, покинутые академгородки, полигоны и недостроенные линии метро. И огромные муралы, выцвевшие от времени. С космонавтами, инженерами, рабочими и учёными. Подпрыгнув, я вцепилась пальцами за край бетонного ограждения. Внутренний двор здания пустовал. Только несколько островов, грузовиков и перевёрнутый вагон. Руки скользили, и мне пришлось спрыгнуть вниз. До аномалии оставалось меньше ста метров. И она была внутри здания. «Арина! Я тут!» Раздался голос девочки откуда-то сверху. Ярко-розовая куртка виднелась в разбитом окне третьего этажа. Моя бывшая ученица стояла на подоконнике, вцепившись руками в раму и раскачивалась туда-сюда, как на качелях. «А ну, слазь оттуда!» Закричала я с той интонацией, с которой бабушки орут на нашкодивших внуков. «Вылезай, кому сказала!» «Нееет!» Лениво протянула Арина и исчезла внутри заброшки. «Найду – убью», – твёрдо решила я. «Несколько попыток перелезть через забор оказались безуспешными. Не за что было зацепиться. Здесь должен быть вход. Арина, будь она неладна, как-то сюда попала. Перелезть она не могла, она ниже меня ростом и уж точно гораздо слабее. Шум в голове усилился. Едва слышный, он доносился отовсюду. Мне хотелось убежать. Бежать через лес в жилую зону. Только бы подальше от этого места. Но там внутри была эта бестолковая девчонка. Я очень сильно сомневалась в её способностях самостоятельно выбраться из здания. И только тогда осознала, что именно было не так. Да, таких монументов светлого будущего по всему бывшему Союзу не счесть. На сотни фильмов про сталкеров хватит. Но заброшки – излюбленные места подростков и бездомных. Припять, Хорвинская больница, пионерлагеря. Но здесь, всего лишь в трёх километрах от плотной застройки, в самом центре Подмосковья, исхоженного вдоль и поперёк, стояло заброшенное здание без единого признака присутствия человека. Ни мусора, ни граффити, даже мата на стенах и того не было. Вскоре мне повезло. Часть забора была слегка завалена внутрь, и я без труда забралась на территорию. Три корпуса, ржавые рельсы для вагонеток, чёрные глазницы окон, поваленные антенны на крышах. Да что это за здание? Что здесь было? Завод? Секретная НИИ? Лаборатория, где ставили испытания на людях? За стенки КГБ? Я попыталась представить себе это место 40 лет назад, когда люди верили в несбывшееся светлое будущее. И не смогла. Я не могла вообразить это место залитым летним солнечным светом и наполненным инженерами, военными и партийными функционерами. Это место было мертво. С самого начала. Перешагнув через ржавые рельсы, я двинулась к дверям. Те были обычные, деревянные, как в старых школах. Внутри корпус напоминал заброшенный дом культуры. Доски почёта, плакаты, портреты советских лидеров и членов политбюро. Я наугад толкнула дверь в один из кабинетов. Заперто. И снова тихий шум. Во рту почувствовался привкус железа. Десну что ли разбила, когда упала? «Арина, мать твою за ногу, ты где?» Шаги раздались прямо над головой. Будто кто-то пробежался от одного конца коридора в другой. Тяжёлые. Они точно принадлежали не Арине. В воздухе запахло горелой электроникой. Или в этом здании есть кто-то ещё? Значит, надо вытаскивать эту идиотку. Возможно, я потом отпинаю её ногами. Возможно, даже позвоню родителям, чтобы те дочь не выпускали из дома. Но сначала Арину необходимо найти. И как можно быстрее. На втором этаже уже было совсем темно. В полумраке виднелись двери кабинетов. Но противоположный конец коридора терялся во тьме. Снова быстрые шаги. Звук доносился из-за стены. Я двинулась вперёд, подсвечивая путь фонариком. Темнота сжимала меня, и надпучечники выбрасывали в кровь адреналин. Но я не могла оставить тут Арину. И дело было не в потенциальных проблемах с законом или её семьёй. Я по-крупному налажала, приведя сюда эту малолетку. Десять метров до аномалии. Я позвала Арину. Но девочка не откликалась. Узкий луч фонарика на смартфоне выхватывал из тьмы плакаты и портреты на стенах. В этой части здания за счёт огромных окон и дыр в потолке было гораздо светлее. Коридор упирался в глухую стену с грязными фресками, изображающими учёных в белых халатах и огромную дверь, как в школьном актовом зале. Я посмотрела на экран смартфона. Координаты аномалии были в двух метрах. Арина сидела, скрестив ноги на школьной парте. «Ну какого?» «Ой, вот ты где!» Арина нагло улыбнулась. От запуганной девчонки, ревевшей у реки, не осталось и следа. «А я-то уже думала домой идти». Мне хотелось схватить эту девицу за волосы, пару раз тряхнуть и потащить в город. Впрочем, тогда точно стоит ждать повестки в суд за избиение несовершеннолетнего. «Ну где там твоя аномалия? Я уже домой хочу». Я сделала глубокий вдох. Если чему репетиторство меня и научило, так это держать себя в руках. Арина окончательно перестала походить на жертву гиперопеки. А я ведь и поверила слезам. Бедная девочка никуда не пускают. Я подошла к двери и дернула за ручку. Тяжелая дубовая дверь оказалась не заперта. В нос ударили сырости гниль. Это был большой зал с перевернутыми стульями и разбитым стеклом на полу. «Вот, короче, твоя аномалия!» Сказала я. «А теперь пошли отсюда!» Две ладони ударили меня в спину. Я, не удержавшись на ногах, влетела внутрь залы. Послышался скрежет ножек по полу. Арина заблокировала дверь партой. «Арина, открой!» Я забарабанила в дверь. «С чего бы?» Протянула Арина. «Арина, у меня еще есть номер твоих родителей!» «А я скажу им, что это ты меня сюда привела!» «А я тебе поверила, ведь ты же моя учительница!» Протянула она. «Тем более, ты им не нравишься!» Я с трудом сдерживала страх. «Что я тебе такого сделала?» «Ничего!» Сказала она и хихикнула. «Хотя мама считает, что это я из-за тебя в языковую школу не поступила, баллов не набрала, а ты обещала, что вытянешь!» Меня кольнула совесть. «Да, я действительно обещала, что помогу вытянуть уровень английского до разговорного!» И действительно сказала, что это возможно. Но Арина за полгода едва сдвинулась с места. Хотелось бы мне свалить вину на нерадивость ученицы, но я знала, что это мне не хватило опыта. И не хватило смелости это признать. Арина завалила все, что можно и все, что нельзя. Провалила вступительные и застряла в общеобразовательной школе. Кажется, ее мама даже звонила моей и говорила, что я сломала ребенку жизнь и профессиональные перспективы. Страх подступал к горлу раскаленными пальцами. Я едва не плакала. «Пожалуйста, выпусти меня!» «И не подумаю!» Хихикнула Арина и вприпрыжку, как маленькая девочка исчезла в коридоре. Я нащупала телефон и в ужасе поняла, что тот разрядился. Должно быть, при падении повредила аккумулятор. Связи нет. Света тоже. Меня никто здесь не найдет. Этого здания даже нет на карте. Я толкала дверь, но та не поддавалась. Арина заблокировала выход партой, как профессиональный школьный буллер. Я почувствовала легкий поток воздуха из противоположного конца залы. На ощупь двинулась вперед туда, где приложение показывало центр аномалии и нащупала пальцами шторы. Плотные, но шторы. Отлично, значит окно все же есть. Тьма ползла по мне, будто ожившая вода. Тьма заполняла меня, пробираясь через маленькие рамки в ладонях. Через уши и ноздри. Тьма пахла сгоревшими проводами. Тьма гудела на самой грани восприятия. Сводя с ума низким жужжанием. Тьма жгла глаза, будто свет в невидимом диапазоне. Тьма царапала кожу и одновременно была бесплотна, как дым от костра. Ей хотела закричать, но тьма попала в рот и горло, отдавая железом. Она наполнила вены и артерии. Заполнила легкие. Жженый запах становился все сильнее. К нему добавился запах тления. Тьма добралась до мозга. В виски пронзила острая боль. И прямо перед собой я увидела глаза. Где-то вдалеке закричала Арина. В то мгновение оцепенения спало. Я снова и снова принялась толкать запертую дверь, пока парта не сдвинулась с места. Просунув руку в образовавшуюся щель, я сумела отодвинуть препятствие и вылезти на свободу. По коридорам снова разнесся вопль. Я была зла на Арину, но она ребенок. Избалованный, глупый, но ребенок. И это я ее сюда притащила. И мне ее вытаскивать. Арина! Арина, ты где? Я вновь почувствовала привкус железа и запах сгоревшей электроники. Чернобыль. Вдруг вспомнила я. Ликвидаторы писали, что когда взорвался четвертый энергоблок, в воздухе пахло сгоревшими кабелями. А привкус железа – первый признак лучевой болезни. Может под зданием могильник? Даже в Москве такие места есть, не говоря уже об области. Крик девочки на этот раз был сдавленный. Словно она тонула. Я толкнула дверь кабинета, и до меня донеслось хлюпанье. Словно гигантский червь копошился в грязи. С мгновения я не могла понять, что именно я вижу. Арина висела в воздухе, как в тех видео на ютубе про паранормальные явления. Ее шея была неестественно свернута. А половину лица словно облили кислотой, обнажая зубы и лицевые кости черепа. Уцелевший глаз смотрел на меня с смесью болью и ужаса, которую я не забуду никогда. Тьма колубилась туманом вокруг ее тела, пожирая Арину, как черви пожирают труп. Она пыталась кричать, но уже больше не могла. А потом исчезла в черноте, словно растворившись. Я смолодушничала. Я никому ничего не рассказала про наш с Ариной поход в неизвестность. В соцсетях я мониторила, как Лиза Алерт и другие поисковые группы ищут пропавшую девочку-подростка. Такую хорошую, такую милую, из такой замечательной семьи. Приложение я удалила. Из суеверного страха перепрошила телефон, вернув девайс к заводским настройкам. Лишь через двое суток, когда ужас отступил, я позвонила координатору и сказала, что слышала от учеников про какую-то заброшку километрах в трех от застройки. «Девушка!» – строго сказала координатор. «Здесь нет никаких заброшек. Если идти к северу от реки, где дорога перекрыта, то минут за десять дойдете. Здесь нет никаких заброшек!» – повторила женщина и бросила трубку. Я посмотрела спутниковые снимки. Карты, блоги, форумы – ничего. Просто зеленый массив. Речка, дорога, стройка в четырех километрах. Это место было обжито десятилетиями назад. Здесь все исхужено, все истоптано. Нет никакой заброшки. Но тогда где же я была? Словно здание было гигантской ловушкой, исчезнувшей, получив добычу. Это место было неприветливым, чужим, страшным. Его наполнял омерзительный ужас и отчаяние миллионов людей, потерявших и прошлое, и будущее. Поиски свернули через несколько дней. Арину не нашли ни живой, ни мертвой. Со временем ее исчезновение припишут очередному маньяку, что прямо сейчас орудует в Подмосковье и соседних областях. Через месяц я проснулась от перезвона китайских колокольчиков. Приятный, тихий звон баюкал. Но все же я вышла на балкон и перенесла их в комнату. Мне удалось провалиться в сон, но уже через час проснулась от того, что они снова звенели. Я потянулась к кнопке лампы, и тут же в ужасе застыла. Я ничего не видела и не слышала, но знала, что черные лоскуты тьмы ввились надо мной, как угри в тихой заводе. Они не трогают меня, как и тень, что прилипла ко мне, как клещ. Я больше не хожу в лесопарк. Я вообще редко выхожу из дома. Иногда я кричу от ужаса, но меня никто не слышит. Ну что ж, друзья, вот такая вот мистическая история. Не ходите на заброшки, потому что будет ата-та. А я хочу сказать отдельное спасибо Анастасии, автору этой истории, то, что написала эксклюзивную историю специально для канала Виндига Страшные Истории. А мы с вами, друзья, как и всегда, не прощаемся. Услышимся в следующей интересной истории. Не скучайте.